Девушки отдыхают Техникой катания, нестандартным мышлением и взрывной скоростью, что делает его одной из главных надежд нашего хоккея. Знакомьтесь, Руслан Исхаков, нападающий Красной Армии. Сейчас Руслан не расстается с коньками, а 11 лет назад он попал в хоккей во многом случайно. С мамой и с родителем снимали комнату на метропланерную. Там после того, как побывали на рынке, возвращались домой. Рядом с домом была хоккейная коробка. Решили туда попробовать. Потом там был такой тренер Борис Зинурович. Он катал детей, он увидел меня, сказал, какой шустренький мальчик, может попробовать и в хоккее. Быстро со временем мне это очень сильно понравилось. И самому уже тянуло побыстрее на тренировку, чтобы побыстрее поспать и утром опять тренироваться, тренироваться, тренироваться. Индивидуально занимался с тренерами. Где-то ходил на фигурное катание, чтобы легко виражи делать и поворачивать. В детстве, не знаю, в возрасте 11-12 лет, когда смотрел игру все-таки там Овечкина, когда, ну, Михайловский матч, смотрел все-таки, как люди зарабатывают, как играют, как они радуются, какие там эмоции. Все-таки вот в этом моменте я понял, что какие-то все это моя жизнь, я хочу этим спортом заниматься. Когда я смотрел, когда Саша Овечкин был первым номером драфта, вот первый сезон, вот его инхайловский матч, смотрел, как бы, вот так. А так нет, кумир. Ну, кумир, наверное, был Паша Датсук всегда. Все-таки за его стиль игры, за его, там, неординарность его, за руки волшебные вообще. В 6 лет Руслан начал заниматься в хоккейной школе ЦСКА. Когда сверстники уже смело катались на коньках, он лишь осторожно держался за бортик. Но затем энергичный подросток прогрессировал буквально по часам. Заметив успехи сына, отец решил полностью себя посвятить спортивному воспитанию Руслана. И даже уволился с работы. Динамо, Белые Медведи, Спартак, Крылья Советов. Исхаков-младший сменил чуть ли не половину столичных команд, пока в прошлом году не возник неожиданный вариант со Словакии. У меня был два года назад сезон в Спартаке. То есть после этого, ну, после этого какая-то непонятка была, где я буду, то есть следующий сезон играть. И тренер, тренер из Словакии, Марц Лозимак, он предложил провести этот год в Словакии. Вот, но как-то выбор был не очень большой, поэтому мы согласились. Вот, и я оказался там. Это самый лучший год мой был за свою карьеру. Что мне очень там нравилось, то, что очень большая была возможность тренировок. То есть там очень много было свободного льда. То есть и тренерский состав очень хорошо относился ко мне. И там более как-то профессионально к этому относятся. То есть там больше было тренеров на льду даже. Там тренерский состав было больше. И очень много времени уделялось индивидуально каждому игроку. То есть почти после каждой тренировки, что там тренер... Мы оставались на два часа, потому что тренер вызвал каждого игрока примерно на 15 минут. И о чем-то они разговаривали постоянно. Что-то, ну, какие-то слабые стороны, сильные. Я там жил у президента клуба. То есть, если честно, мне очень повезло, что меня такой человек хороший взял к себе домой. То есть некоторые ребята там жили на стадионе. То есть по трибунам помещений, в комнатах. То есть, ну, это не очень удобно, потому что нужно было искать, где покушать, там, где одежду еще что-то прикупить. А когда языка-то не знаешь, то это не очень-то легко. Вот, а мне повезло. Этот человек и русским владел. То есть поначалу мне было, ну, как бы легко там осваиваться. А в дальнейшем очень многим мне помогло. На чужбине Руслан приобрел не только спортивный опыт, но и свою любовь. Уже через 9 месяцев он выучил словацкий язык почти в совершенстве. И уверенно давал интервью местным телеканалам. А еще Словакия сподвигла российского хоккеиста на смену имиджа. В частности, прически. Теперь окрашенный хвостик – это фирменный знак нападающего. В Европе, где-то в Словакии, в Чехии, в Швеции есть такая традиция. То есть у ребят до 18 лет, когда, ну, начинаются игры полу-офф, то есть вся команда красит волосы. Вот, где-то это под цвет клуба. То есть у нас были и ребята красились бордовый цвет, и где-то в синий, где-то в зеленый. Да, ну, мы выбрали с командой желтый цвет, вот и покрасились как-то. Но все-таки сначала очень не хотелось, потому что, ну, как-то, не знаю, приехать в Россию с такими волосами как-то странно очень было. Но все-таки, не знаю, для команды сделал как раз. Сначала в ССК было, то есть говорили, что это состричь надо. Ну, вот, но я как-то отнекился постоянно. Потом сборная пришла, сборная поинтереснее где-то момент был. Там тренер сказал, что, ну, давай, типа, чтобы договоримся, если будешь забивать, то можешь у себя это оставить. Вот, ну, вот, товарищские игры, и на глинке первые игры забивал. Вот, поэтому, как бы, смог у себя это оставить. После Словакии у Руслана были предложения из Европы и Северной Америки. Но молодой форвард решил вернуться в Россию. Стан действующего обладателя Кубка Харламова – Красную Армию. Первый матч в МХЛ и сразу же первая заброшенная шайба. Правда, засчитали ее не сразу. За нее пришлось побороться. У нас сбрасывание, то есть шайба осталась нейтральной. Вот, я быстро подхватил, видимо, игроки Лакмати у меня потеряли. То есть я ее подхватил, остался один. Вылез, шайбу протолкнул в дальний угол. То есть я сам видел, что гол был. То есть я пошел уже радоваться, обнимать партнеров. Но потом развернулся, видел, что игра продолжается. Ну, мы продолжили играть, и спустя буквально две минуты. То есть капитан Никита Попугай подъехал к судье. Попросил, чтобы судьи посмотрели видеоповтор. Ну, а после видеоповтора уже гол продолжил. В этом году Руслан успешно сдал единый государственный экзамен и поступил в Университет физической культуры. Признается, что совмещать учебу и хоккей очень сложно. До класса шестого где-то я успевал и там, и там хорошо. Но потом все-таки пришлось где-то пропускать какие-то уроки. То есть утром иногда не успевал после ранних тренировок. Вот в этом году вообще после переезда в Словакию я целый год, считайте, не учился. То есть я был на дистанционном обучении этот год. На этот сезон у нападающего Красной Армии локальные задачи. Закрепиться в первом-втором звене своей команды и поехать с юниорской сборной России на чемпионат мира, который пройдет в апреле. Но амбиции и талант игрока позволяют в возримом будущем замахнуться и на куда более высокие цели. Хоккей для меня, ну понятно, это все, потому что вне хоккей я пока не могу себе представить. То есть где-то в школе, еще где-то. То есть я всю жизнь все посвятил хоккею. Не знаю, как карьера моя сложится. Если будет это в КХЛ, правда, то, конечно, выбрать Кубок Гагарин. Если он в КХЛ, то Кубок Центри. Постараться попасть уже в национальную сборную. Олимпийские игры, выиграть чемпионат мира. То есть задачи самые высокие у меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok